Привет, зритель! Сейчас тебя ждёт мой уход на апрель. Сразу скажу, у меня не будет в обзоре мыла, но его уже месяц, уже третий месяц не будет, потому что как бы оно самопальное, я его каждый раз ваяю периодически. А ещё в этот раз не будет геля, потому что гель у меня закончился, новый я не купила, и у меня там есть мыльная основа кремовая, я хочу из неё потом сделать что-нибудь такое как раз на уход апреля. Всё остальное как бы остаётся практически неизменным, что-то ушло, что-то пришло, что-то будет в пустых баночках февраль-март, которые я запишу чуть попозже, а сегодня у нас 28 марта 23 года. Так вот, у меня тут в умывалке кристалл алмазный пилинг гель для лица 100 миллилитров от подписчицы Светы. Может быть тут слегка слишком ярко, я сейчас попробую цвет чуть-чуть. Не тот провод, у меня камера просто попутно тоже питается. Сейчас попробую поиграться со Светом. Вспомни бы, как это делается. Жёлтый, вот так, наверное, вот. Тёплый, белый. Короче, вот такой подарок у меня был от Светы из Москвы. Он пилинг, он у меня вот думал, что-то вот в пустых баночках, но он ещё, там ещё, видимо, на месяц ещё хватит, очень экономичный. Ну, как, если им каждый день пользоваться, то, может, он бы быстрее закончился. А я когда каждый день, когда раз в неделю, когда-когда, вспомню. Вот он. Он и теперь ещё и в апреле будет. Так, у меня тут две вообще косметички, немножко не косметичек. Так вот рядом стоят, вот что-то даже видно вот тут. Про биодерм. Молочко для демакияжа пребиотическое для всех типов кожи и всех возрастов. Номер 42 от «Багздрав». Это у меня было сотрудничество четвёртое в «Багздрав». Есть отдельный плейлист, посвящённый «Багздрав». Они производят закваски, косметику, всякие другие продукты. Если хочется заказать подешевле, то скидка на 10% по промокоду «Айва Форевер сделайте счастье». Ссылка в инфобоксе. Вот. Хорошее молочко. Я его буквально сейчас упользовала чуть-чуть, когда марафетила физиономию. Ну, в смысле, чуть-чуть у меня мимо губ капнула блеском за губ. Ну, в смысле, этим… Как она? Помада. Где-то она тут есть. А может и не есть. Может быть, осталась на старе. Короче говоря, этот… Кремовая помада на мне. И вот он мне чуть-чуть помогал… Молочко, точнее. Оно мне чуть-чуть помогало подправить макияжик. Хорошее молочко мне понравилось. Так. Вот. Это тоже от подписчица Светы. Номер… Я только недавно открыла его заново в том плане, что я до этого пшик два-три пшика на волосы и как-то расчесывала. Ну, особого толка как-то не замечала. Ну, вроде пышные. А потом решила дочитать мелкий шрифт до конца, и оказалось, что надо это побольше на волосы. Там прям чуть ли не втирать в корни в прямом текстом. И я стала, в общем, прыскать побольше на влажные волосы. В общем, вымыла волосы, вытерла их полотенцем, расчесала, они ещё влажные. Или даже не расчесывала, они ещё влажные. Попрыскала везде так, чтобы практически с волосы текало. И он побыстрее стал идти. Вот так. Сколько его уже… Ну, в смысле, ещё прилично, но уже как бы есть… Видно, что он всё-таки юзается. И у меня волосы стали где-то вот… Раз-три дня я их стала мыть. Они вот сегодня нечистые. Я, правда, их не завивала, но как бы до этого был обзор, там я завивала специально. В общем, они чистые, мягкие, может быть, слегка прилизанные. На улице была как бы из-под шапки. В общем, я наношу его, расчесываю так вот, чтобы волосы такие даже чуть более влажные становятся, чем были. Из-за этого они сохнут чуть подольше. Ну, с пеном можно, допустим, высушить, если куда-то торопишься. Но, короче, они дольше остаются волосы чистыми и пышненькими. Так вот, на третий день они, ну, без объёма, но не сказать, что вот такие вот типа грязные. Они без объёма, ну, уже не очень свежие без объёма, но они ещё могут прожить вот если… Допустим, просто их завить куда-то, если что-то снимать собирают, да, можно их завить, и они как бы уже расчесать, и такие более-менее форма какая-то есть. Ну, на четвёртый день, конечно, я уже волосы мою, и они как бы видно, что не грязные. Хорошая штука внезапно вот. Открыла для себя его по-новому. Ну, в смысле, я что-то не дочитывала обычно до конца, так как… Так вроде один раз прочитала, в голове не отложилась, а я и думала, ну, пшик-пшик, как масло для волос. А тут же не только масло. В общем, штука мне… Открыв эту штуку для себя заново, она мне очень понравилась. Спасибо, Светочка, классная вещь. Она у меня в апреле будет тюзаться. У меня тут самопальный тоник имя меня. На основе алоя, вера, геля и вода. Вот. Я иногда им протираю лицо после умывания, и больше ничего не надо. Иногда им протираю лицо, а потом крем там какой-нибудь наношили, ещё что-то. У меня тут шампунь будет юзаться уже третий месяц. Целите дегтярный шампунь. 250 мл. Я в аптеке покупала. Он там подешевле, чем на озон, в раза в два или в три. Ну, в общем, у меня такой шампунь любят родственники, а тут я решила, думаю, что бы самой не попробовать. Хотя я не именно этой фирмы, а какой-то просто дегтярный иногда покупала раньше, и даже сама делала. Вот хороший шампунь, экономичный, хорошо волосы промывает, они меньше лезть стали. Ну, как бы. И он экономный. 250 мл. уже на третий месяц пойдёт. Февраль, март, вот в апрель. Такс. У меня тут крем для рук, который мне сёстры в прошлом году на 8 марта дарили, там ещё мыло было. И он у меня стоит в косметичке на столе, на компьютерном, и я его использую. Но чё-то как-то вот я в этот раз больше использовала крем, который у меня на тумбочке лежит, вот на этой, либо на кухне. В общем, он у меня стоит. Может, сейчас его использовать. Потому что я как-то забыла копытца помалать кремом. А они вроде как хотят этого. Он приятно так пахнет. Немножко совсем надо, хорошо впитывается. Это арифлеймовский кремик какой-то, букет чего-то там. Хочется сказать букет костей, но это букет цветов. Такс. У меня тут есть штучка, которая вот так вот делаю. Когда вспоминаю, ну вот второй день уже вот так вот делаю. Оно же как-то разгоняет кровь, как-то это фейс себя чувствует вместе с... Ну и фейс, и сама себя чувствуешь более-менее бодрой. Особенно, когда вот такая вроде как весна, чуть было не сказала осень. Короче, серая погода, дождик то идёт, то не идёт. Погода как-то давит, а тут вот, чтобы хоть как-то взбодриться. Вообще, я её ещё использую иногда, когда голова болит. Просто что-то так вот промассировать. Но она у меня просто в косметичке, вот, в каждой побывала. У меня ещё есть немножко кремика. Я думала, он будет пустой в баночках, но он ещё есть. Это тоже от Светочки. Мэри Кит. Корейский какой-то крем. Там вообще целый набор. У меня ещё есть масочка такая, но масочку я, по-моему, вообще ещё... Или один раз пользовала, или ещё не пультивала. Лежит в запасе, как есть, не просит. Это вот две вещи у меня в пустых баночках будут. А вот эта вещь ещё в уходе на этот самый, на апрель. Крем Мэри Кит. Хороший такой нежный кремик. Спасибо, Светочка. У меня тут ещё один кремик. Помогает от сухих кусочков кожи. Если у вас приличная такая бессонница, либо хреновый сон. Ну и вообще просто такой нежный кремик хорошо впитывается. Но если на улице солнышко, то лучше его не наносить, потому что он всё-таки на более холодное время года. Вот на улице солнышко вышло как-то жарко, и его ощущаешь на себе. Ну, либо наносить за несколько часов до выхода на улицу. А то иногда бывает, я проснусь, мне приспичит что-то до магазина или куда-то там на улицу, намарафечит, через час выхожу, ощущаю его на себе. Хотя и нанесла чуть-чуть. Но вот если на улице холодно, то его на себе не ощущаешь. И вообще ощущения на коже классные. Это пробиодерм, пробиофейс. В общем, пробиофейс. Дневной крем для лица, пробиотический, для сухой чувствительной кожи от 25+. Это тоже бак здрав. Им тоже спасибо вот ещё раз за сотрудничество, четвёртое сотрудничество. Вот этот кремик сама выбирала, очень классный кремик. Советую тебе, зритель. Ну, про маленькие моменты я тебе сказала, что если тепло, то лучше это не юзать. Ну, юзать, но не за час до выхода на улицу, короче говоря. Новосфит, сыворотка для лица и шеи. Надо бы её сегодня заюзать, потому что я только что вспомнила, что я опять забыла. Её надо использовать два раза в неделю. Она ночная. Это подарок от подписчицы Полины. Классная штучка. Я когда про неё вспоминаю, наношу, она вот... Там хоть написано, что крем после неё начну наносить, но она вот впиталась так хорошо на коже себя. Кожу вообще ощущаешь на себе так хорошо. Её на коже, кожа сама по себе после неё. Но это... Я только её на ночь наношу, и всё вот... Когда раз, два раза в неделю, вот когда тут что-то забыла на целую неделю, она её поюзать будет. Буквально чуть-чуть на пальчики сюда и похлопывающими движениями. Классная штука. Так, что у меня тут? Ой, самопальный тоник. Я уже забыла, из каких растений. Я что-то делала. И специально его... Ну, в общем, специально делала, чтобы у меня был тоник. Флакончик на озон вроде покупала. Самопальный тоник. Не помню, что за тоник. Я его чуть-чуть поюзала. Видать, он ушёл сюда. Я про него вообще забыла. Это косметичка, в которой он был. Штучка для протирания очков. Так, вот этот кремик у меня таскается в сумочке. Это кремик Kiss Beauty от подписчицы Катюши. Там целый наборчик был с масочкой. Вот у меня ещё два кремика осталось. Один будет, наверное, уже в пустых баночках марта, потому что он лежит на кухне. Там совсем чуть-чуть осталось. Ну, и как раз вот за последние дни марта и уделается. А этот у меня таскается в сумочке. Очень нравится мне. Хороший кремик. Быстро впитывается, хорошо руки увлажняет. Спасибо, Катеньке. Так, а это спасибо Поленьке. У меня тут комплимент Натуралис. Пена для ванн, противопростудная, малина и эвкалипт. Вот реально тут как-то что-то проснулась такая вся дохлая, чахлая, чихала. Постоянно сделала утром эту ванну с пеной, полежала. Так хорошо было вообще. Без чих нафиг прошёл. Экономичная, хорошая пена. Четыре колпачка на ванну. Ну, это довольно вообще как бы незаметно, что оно тут используется. Экономичная. Вот столько ещё есть. Дофига и больше. Целых пол-литра вообще тут изначально. И вот малина и эвкалипт у меня пойдут они на апрель. Ой, пал кремик. Так, теперь упал тоник. Что-то у меня тут с этой баррикадой всё падает. А это у меня совсем недавно было сотрудничество с аптекой «Апрель». Если тебе хочется покупать со скидкой косметику, лекарства и БАДы, но ты ещё не зарегистрирована в аптеке «Апрель», либо у тебя есть кто-то из близких родственников, на кого можно сделать эту регистрацию, потому что в аптеке «Апрель» существует аптечный клуб со скидочной картой. И как бы карта платная, но если вот ты зарегишься, используешь промокод «АпрельАйве», то у тебя будет целый месяц скидочного периода. Цены у самой аптеки довольно низкие, ниже, чем, допустим, на аптеку «Ару», где я периодически шоу-то себе заказываю. Она очень нежная, очень экономичная, совсем чуть-чуть надо, хорошая такая пенка. У меня похожая пенка была, по-моему, от «Коры». Как-то моему близкому родственнику в аптеке бонусом за подкупку дали, но по типу кожи оно ей не подходило, подошло мне. Мне понравилось. Ещё какая-то пенка от кого-то из вас, дорогие подписчицы, была вроде с огурцом ещё и подобного типа. Ну, короче говоря, вот такие нежные, вроде как жидкость такая, да, вытавливается такая вот нежная-нежная пенка, хорошо очищает кожу, не стягивает. Когда вот умылся, вообще ощущения стянутости нет. Ну, правда, если ближайшие часа-полтора походишь и ничем не увлажнишь свою физиономию, то лёгкая стянутость появляется. Ну, мне кажется, от любого всё-таки умывалки. Ну, короче говоря, как бы сначала ты умываешь мордочку лица, потом тоник, потом крем, да, или умываешь мордочку лица, потом крем. Я её использовала сегодня как вот её, а потом крем. А вчера я использовала её, после неё, значит, тоник, и после тоника уже крем. Мне очень понравилась она. Вот реально кожа ощущается чистая, нежная, и сама пенка ненапряжная, очень классная пенка. Тут 150 мл, и, по-моему, по скидочной карте аптеки апреля, ну, что-то 200 с чем-то рублей вообще. У меня сейчас телефон, я не знаю где, тот, на котором приложение, ну, и вообще сам телефон, поэтому я тебе точно сказать не могу цену, но в инфобоксе я оставлю артикул с этой аптеки на эту пенку, и ты при случае можешь посмотреть и сам, сама, само, если что заказать. Очень классная, мне понравилась, она у меня будет использоваться в апреле. У меня тут зубная паста, она всё ещё никак не закончится, хотя вот она уже такая практически совсем невесомая. Ну, а хотя, с другой стороны, 220 грамм разве это особо весомая? В общем, тут изначально было 220 грамм. Это китайская зубная паста со вкусом, ароматом черники. Причём черника, да, там мята совсем нет. По крайней мере, она не чуется, нет там мяты. По вкусу черника такая, вот как там всякие йогуртики покупные с черничкой, ещё чего-нибудь, такие молочные продукты с черникой, сырки какие-нибудь творожные, вот именно та самая черника. Такой вот где-то вкус. Так что, если ты хочешь, чтобы подобное попробовать, то у меня где-то в плейлисте на канале обзоре еды и бытовухи есть обзор с Вайдберс, на Вайдберс покупала как раз с этой зубной пастой. Хорошая зубная паста, вот надолго хватает, она ещё и в апреле у меня будет юзаться. Так, у меня тут бальзамчик для губ. От подписчика Сергея, бьюти-визаж. Он у меня таскается в сумочке, либо в рюкзачке. Выглядит он вот так. Приятно, вкусно пахнет, но очень плотный и тяжело наносить на губы. Я чаще пользуюсь сейчас немножко другим бальзамчиком, который мне подарила Светочка. Это и фраше, ремитка новогодняя этого года. По-моему, это у нас нежный миндаль. Оно у меня сейчас вот такое. Сначала оно было кругленькое, потом как-то непонятно как. А сейчас вот с двух сторон такое вот проводишь и всё. Очень классный бальзамчик, нежненький. Мне очень-очень нравятся бальзамчики и фраше, вот такие стики. Он у меня лежит в сумочке, в смысле вот в этой косметичке. Я им мажусь, когда выхожу на улицу. Иногда перед сном, потому что ощущаю, что губы немножко такие суховатые. Иногда так вот в течение дня, потому что вот хочется увлажнить губы. Так, у меня тут самопальный дезик-спрей, вода, фильтрованная и какое-то там эфирное масло. Периодически вода заканчивается, эфирное масло добавляется, вода добавляется, встряхивается ищу всем счастья. Это меня вдохновило на такой вот дезик-спрей. Может, я и раньше делала дезики-спреи вот на воде. Но раньше у меня одно время были масляные дезики, жидкие такие. А потом ещё, по большей части, чаще я пользовалась восковыми дезиками. А тут что-то вот так вот. Ну, на сильную жару, конечно, он не спасает. Но сейчас у нас не такая шубы и жара. На сильную жару лучше самопальный дезик, который воск, кокосовое масло и эфирное масло. А это меня подтолкнуло к идее моё недолгое сотрудничество с компанией Greenway. И вот флакончик как раз от Greenway, хоть я уже и сняла тут наклейку. И там была какая-то такая вот жиденькая водичка такая, это тоже там вода, эфирное масло, что-то ещё. И я подумала, почему-то самой не сделать. И вот у меня сейчас регулярно в уходе на каждый месяц самопальный дезик, вот такой спрейчик. Так, а вот Shine Shine Essence, который у меня сейчас на губах, он у меня тут оказался. У меня тут кремик, который я пользую, когда иду, допустим, мимо тумбочки шла, хочется руки помазать. Пошла спать после душа, хочется руки помазать. Это у меня подарок от подписчицы Полиночки. Это авокадо Рорек. Так, там целый наборчик таких маленьких кремиков по 30 миллилитров. По-моему, там ещё 4 штучки осталось. Вот я достала с авокадо. Ну, я думала, он был в пустых баночках, но там ещё что-то есть. Вместо крема для ног. У меня будет, ну, он и для ног тоже в том числе. Сейчас я тут переставлю эти, то, что типа лёгкая декоративка и парфюмы на следующий обзор. Вот такой крем от подписчика Сергея. Мне очень понравился. Это Ботавикос. Фиг знает, или Ботавикос. Значит, тут у нас крем для рук, коленей, локтей и пяток. Интенсивное восстановление сухой повреждённой кожи, требующая шлобового ухода. Очень мне понравился. Спасибо, Серёжа. Хочу даже оду этой штуке приводнести, потому что у меня тут была маленькая ранка на руке. О, она уже зажила. Её уже нет даже намёка на то, где она была. Нет практически. У меня был до этого крем от Грин Мамы для ног, который мне очень раньше нравился, но, видать, у него изменился состав. Там очень такой пахучий. Видно, что куча эфирных масел. Но когда я наносила его на ноги, и у меня, если попадало вот на ранку, в том числе и на эту, очень дико драло кожу, воспаление, раздражение, жуть какая-то была. И на ногах, если там какие-то мелкие трещинки были, тоже очень неприятные, дискомфортные. Раньше такого не было. Грин Мамы, тут же я мазала руку, у меня где-то были какие-то, попадало на руку, где-то были какие-то царапки. Я мазала пятки этим кремом, и оно даже заживляет эти маленькие царапки. И никакого дискомфорта не было. Очень хорошая штука. Я вообще первый раз вижу вот такую фирму, Ботовикос. Это какая-то, или Ботовикос. Изготовитель трио Ботаника, Россия, Москва. Но, крутая штука. Если вы где-то там увидите, советую приобретению. Спасибо, Серёжа, очень хорошая вещь. Так, у меня тут, это у меня место крема для ног. Крем для рук, коллаген, крем для рук, вот как раз из аптечной сети. И апрель, вот про то, что я говорила уже в этом видео, очень классный. Кстати, и пенка, и этот крем, они очень вкусным, нежным ароматом цветочным пахнут. И он быстро впитывается, лёгкий, вообще классный. И, короче говоря, он у меня сейчас на кухне стоит. Ну, потому что один крем уже заканчивается, там, как раз вот в отпустых баночках от Бьюти Кис. Тоже, по-моему, с коллагеном, а нет, он, по-моему, с этой, с какой-то там кислотой. А этот вот с коллагеном, просто с того набора тоже был крем с коллагеном. И, короче, вот 50 мл после открытия живёт 3 месяца, поэтому я его раз уж скрыла, решила его сначала заюзать. И он у меня сейчас стоит на кухне, я его уже несколько раз использовала. Очень хороший, мне понравился. Артикул на него тоже будет в инфобоксе. Шлейф из звёзд, крем-духи для тела, органический жасмин и мускатная роза, органик китчен. Это подарок от подписчицы Полиночки. У меня ещё такая баночка стоит в запасиках. Когда у меня закончился крем для ног, то я немножко мазалась им. Потом я достала вот это, и уже его использовала. Когда мне хочется именно такого аромата, я наношу его на руки, на ноги, на тело полноценно, или просто на какие кусочки кожи, потому что ощущаю, что на сухая хочется именно этого аромата. Очень классная штука, мне так понравилось, вот аромат. Спасибо, Полиночка. Так, и последняя, нет, предпоследняя, наверное. Да, вот сейчас у меня розмарин капается в мой дезик. Я даже его тут использовала пару раз как ароматизацию воздуха, ну, в смысле в аромаламбу на кухне. И пару раз капала в ванну розмарин. И вот совсем уже действительно последняя, это вот тоже от Сергея Гималая интенсивно увлажняющий крем. С природным витамином Е, ростки пшеницы, сладкий миндаль. Я его использовала как-то как крем для лица. Что-то вот мне захотелось именно его, что-то, ну, подняла, что вот именно он, наверное, такой нежненький, хороший, подойдёт. Как-то использовала как крем для ног, потому что что-то вот рука попала на него. Как-то использовала просто даже как крем для тела, ну, так вот захотелось именно его. Он мне напоминает, у Ифраше раньше был такой крем, круглые баночки, 125 мл с ромашкой. Я не знаю, он ещё существует или нет. И в маленьких баночках лимитная коллекция была по 50 грамм. И вот он мне напоминает, этот тоже крем за лица и тело был от Ифраше, вот этот вот Гималая очень похож. Он у меня хоть тут и зафольгированная тут эта штучка. Но он нежный такой, и он быстро впитывается. Вот сейчас взяла коленку, мажу. Никаких дискомфорта не доставляет на коже, ни липких эффектов, ничего. Приятный такой нежный нейтральный аромат, очень хорошая штука, мне очень понравилась. Спасибо, Серёженька. В общем, вот такой у меня уход на апрель. Да, вот геля с мылом нету, потому что я ещё их не свояла. Ну, как бы у меня там лежит кусок мыла самопальный, но его надо тащить, либо камеру к нему тащить. Я уже третий уход про это мыло не вспоминаю. Ну, пару раз я про него тупо забыла. А так оно самопальное, ну, мыло и мыло. На обычной мыльной основе она у меня какая-то была. А тут ещё есть мыльная основа, которая всё никак не заюзывает. Как раз самое время. И гель закончился, и мыльную основу обновить. Всем спасибо за просмотр. Если вы решили поддержать мой канал, но не знаете как, вот здесь будет облачко, либо ссылка в инфобоксе. Если вы ждёте СМР и никак не дождётесь, то 200 рублей в месяц обеспечат вам как минимум 2-3 СМР и ранний доступ к ним. Вот здесь будет облачко, можете подписаться на Boosty. Если вы чем-то таким пользовались или просто хотите что-то написать комменты, то я вам поставлю сердечко, несмотря на суть коммента, даже если это будет хейт и какая-нибудь дикая дичь. Ну и всем пока! Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста!